Всем снова здорово! С вами Константин Гражданкин. Очередное видео, ну, может, уточняющее, может быть, для кого-то новое будет. Я выпустил видео про обиды, и там описал немного поведения мужчины и женщины. И достаточно много вопросов, личное сообщение пришло, но все они примерно одного и того же содержания. Мол, а скажите, а какие правильные действия мужчины, а какие женщины? Я не претендую на истину в последней инстанции, однако по своему опыту я всего лишь рассказываю то, что было в моем опыте, то, что я для себя открыл. Я могу сказать теперь, когда мне уже, сколько у меня, 31-32, я перепутал уже, а, 32 в этом году мне будет помню. Вот, когда мне уже 32 года стукнуло, я могу более-менее сказать, хотя, я уверен, каждый год, с каждым годом будет все совершенствоваться, мое мнение об этом, но вот на данный момент он такой. Что должен уметь делать мужчина, и что должна уметь делать женщина, на мой взгляд? Ну, первое и основное, на мой взгляд, мужчины и женщины должны совпадать цели. Это первое и основное то, что мешает людям быть счастливыми в семейных и межличностных отношениях между мужчиной и женщиной. Бывает просто так, что люди вроде бы как бы там при встрече нравятся друг другу, то есть, ну, есть какая-то симпатия, и они думают, ну, раз симпатия возникла, а почему бы не попробовать с этими людьми какие-то семейные отношения сделать, или как-то начать там встречаться, жить, детей плодить и так далее. Вот. И они начинают пробовать об этом делать. Я подробно не буду об этом останавливаться, об этом сказано в других моих видео, как найти свою вторую половинку и так далее. Я заточу внимание, заострю внимание на такой простой вещи, как совпадение интересов. То есть, прежде чем жить вместе, нужно точно убедиться, что ваши основные жизненные приоритеты и цели совпадают. Или хотя бы находятся в одной плоскости. Потому что, когда вы начнете жить вместе, будет как в той басне, лебедь, рак и щука. Один туда тянет, другой в небеса, щука тянет в воду. Кто виноват, судить не нам, но только воз, и ныне там. Поэтому, чтобы не было такой вот неразберихи, нужно на берегу договориться о совместных целях, о том, куда ваш семейный плод поплывет, в каком направлении. И вот на этом семейном плоду в дальнейшем у вас будут распределения таких, скажем, обязанностей, как между мужчиной и женщиной. Там вот, допустим, есть на борту капитан, да, есть штурман. То есть, у каждого есть свои непосредственные обязанности. Вот я, допустим, люблю ездить по незнакомым местам с человеком, который разбирается в дороге и в картах, желательно. Вот, понятно, что навигатор, это круто, но не всегда навигатор срабатывает. То есть, вот зачастую тот, кто рулит машиной, его не всегда есть внимание обращать на вывески какие-то, внимание на происхождящее за пределами его кругозора. И ездить со штурманом очень-очень хорошо. То есть, когда сидит рядом знающий человек, между прочим, среди моих знакомых, очень много толковых и талантливых штурманов женщин, что удивительно. Особенно есть знакомый один рыжий штурман, так вот, он вообще безошибочно находит дорогу. Но сейчас примерно об этом, но не об этом. Значит, теперь я расскажу об обязанностях мужчин и обязанностях женщин. На самом деле, как в одной из книг я когда-то прочитал, и это совпадает с моим опытом в виде мужских и женских отношений. То есть, я использую их описание для того, чтобы упростить понимание между нами, кто меня слушает. Так вот, там описано, что мужчина – это голубая энергия космоса. То есть, холодный расчет, логика, путь направления движения – это все мужчина определяет. По своему опыту скажу, что да, мужчина, который идет к своей цели, практически его, кроме женщины, я вам так скажу, действительно, это так, кроме женщины, его не может остановить никто. То есть, препятствия на пути мужчины, наоборот, только его забавляют, и он ищет новые пути обхода и решений и так далее. На самом-то деле, все это он делает для кого? Не для себя. Я, вот, будучи холостяком, и когда я жил один, мне, по сути, вот, как самому, как мужику, мне нифига не надо. Я купил себе стиральную машину, холодильник, телевизор, микроволновая печь, и, по сути, мне больше нафиг ничего не надо. То есть, я себя спокойно обеспечивал, все деньги тратил на себя и так далее, и тому подобное. Но, когда появились семья, дети и так далее, человек начинает думать, как это все, то есть, у него появляется какая-то ответственность. И вот эта ответственность, она ложится, по сути, на плечи мужчины. Мужчина всегда решает, куда идти, где семья будет жить, как она будет зарабатывать на жизнь, что она будет есть, как она будет одеваться. По сути, даже не из-за того, что, во что она будет одеваться, заострю ваше внимание, а как, то есть, на какие жжи. Если, допустим, вы с мужчиной не договорились на берегу, да, а у вас, ваш мужчина, допустим, вот я к женщинам обращаюсь, сторонник того, что он ненавидит шмотниц, там, знаете, вот этой песнишки в одежде. И он говорит, я люблю, чтобы в моей семье одевались все по-простому, а у женщины, наоборот, она шмотница, у нее там конфликт в этой ситуации может возникнуть. И в этом случае, вообще, по идее, мужчина должен разбираться, как будет одеваться семья, а уже во что, это, конечно, прерогатива женщины. Так вот, а женщина по этой же вот книге, которую читал, это красная энергия, красная энергия земли, которая подогревает, ну, можно сказать, вносит такой вот оттенок теплого в жизнь мужчины. Вот поэтому, в принципе, я в свое время и был склонен сам собой в сторону семейных отношений, именно для того, что во всей моей прагматичной и логичной и понятной жизни не хватало немножко, вот что ли, домашнего уюта, тепла, то, что может принести женщина в жизнь мужчины. И она это с удовольствием делает, и делает зачастую правильно, если человек выбрал правильно все женщины. И вот тут мы как раз натыкаемся на функции женщины, что должна делать женщина. А женщина – это тепло в доме, это тепло в душе, это какие-то цветочки на подоконнике, это знак внимания мужчины, это какие-то там рюшечки, милости, которые может сделать только она, но никак, даже насколько я был мужчиной, который умел ценить красоту и с точки зрения мужчины, и с точки зрения женщин, я не могу в своей жизни привнести вот этот вот женский колорит, который она может обеспечить мужчину. Поэтому, по сути, женщина может обеспечить быт, обеспечить настроение мужчины, потому что ничто не влияет на целеустремленность и упорство мужчины, как вот эта вот женская гармония, которая делает настроение мужчины. То есть настроение мужчины напрямую зависит от его межличностных отношений. Если человек в семейных отношениях, да и в личных, потому что среди моих знакомых есть тоже девушки, и у нас общение происходит именно таким образом, что я даю им отчасти мужской посыл, уверенность, направление, скажем, объясняю сложные для них моменты, которые они не понимают. А они в свое время, в свою очередь, вносят в мою жизнь гармонию, они приносят улыбочки, они приносят идейки женские такие вот, которые мужчина должен воплощать в реальность. И здесь же, опять же, сразу напомню и поправлюсь для тех, кто немножко меня недопонял, в том, что я выбираю вокруг себя окружение таких женщин, цели и интересы, идеи и ценности совпадают. То есть я не беру женщин, которые наши диаметрально противоположные цели имеем, мы с ними, и я не беру и не пытаюсь перетянуть их на свой лад, понимаете, это себе дороже. Это все равно, что переделывать человека. А переделывать человека – это самое последнее и неблагодарное дело. Как-то так вот. Я не знаю, может, это недостаточно сумбурно, но для меня теперь это все обрело такую понятную окраску, что я хочу пожелать мужчинам и пожелать женщинам. В большинстве ошибок я вижу мужчин в том, что они боятся принять решение. Я тоже в свое время боялся принять решение, поверьте. Мне казалось, что меня судят за мое решение, что я приму неправильное решение и так далее. И в итоге я научился принимать хоть какие-то решения. То есть я сначала, даже когда мне тяжело было, я не заставлял себя, я, работая с собой, учил себя принимать любые решения. Вот если я сказал, что я не хочу работать на дядю, да, то у меня сразу там активизм кто? Мама там, ну, Анька уже на тот момент была воспитанная, там еще какие-то знакомые, в основном это женщины. Вот. И они начинали, о, да, зачем, да почему, да как, что ты будешь делать. И, по сути, если бы я послушал их, то моя функция мужчины была бы нарушена. Это очень просто. Вот. А я просто учился принимать решение. То есть если я сказал, что мы будем жить за городом своей жене, и, по сути, я от своих слов не отступаю. То есть я, все мои усилия направлены на то, чтобы построить дом, чтобы договориться, где взять участок. То есть это полностью моя головная боль, как мужчины. Ей я могу дать задание, что, допустим, вот иди туда, возьмите документы, там в очереди женщина всегда, она, ну, тем более, допустим, Аня моя, она без мыла в задницу залезет. То есть она может решить отношения, которые решает женщина, социальные. То есть она всегда знает, где, куда влезть, кого спросить, кого лишний раз попросить. Но где это все сделать, как это все сделать, это должен знать мужчина. И все действия направлены на то, что я принял решение, и мы все, всей семьей стремимся к выполнению этого решения. И вот за мужчиной всегда лежит вот это вот принятие решения. Поначалу, когда я это не понимал, мне было очень сложно, на самом деле, жить. И тем более сложно было в отношениях, потому что я начинал прислушиваться к своей второй половинке, к ее родителям, к своим родителям. И в итоге вот такая вот башка, которая постоянно пухнет от того, что правильно, неправильно, стоит, не стоит. А вообще туда ли я иду или не туда иду. Пока в итоге я не разобрался с этим и не принял решение, что все мои решения верные, а которые решения не верны. Я даже не признаюсь этому, потому что это опыт. Я скажу, а, ну ладно, не получилось так, развернусь в другую сторону и пойду делать так, как надо. И в итоге сделаю так, как надо. Почему? Потому что я принял решение. И даже когда женщины начинают, допустим, указывать, я многим женщинам объяснял, ваша задача подогреть мужчину. Если ваш мужчина ошибается относительно цели, а вы видите, что он придет не туда, ваша задача не отговорить его, не ходить к той цели. А ваша задача, как истинной женщины, помочь ему дойти до этой цели, даже если она ложная и вы это видите, и мужчина, увидев, что она там ложная цель или не получается, он, допустим, сам увидит, он сам исправится, но ваша поддержка для него останется навсегда той нишей, которую, скажем, вернее, той действительно настоящей помощью, от которой бы он получал кайф. Вот. И еще одну такую важную вещь хочу сказать по поводу женщин. Понимаете, в чем дело? Если вы принимаете решение за мужчину, и в итоге вы говорите, я же тебя предупреждала, вот смотри, я знала, как лучше с самого начала. Знаете, что сделать мужчина? Он сбросит на вас в следующий раз груз ответственности. И все, и вы просто поменяйтесь яйцами. Он свои отстегнет и пристегнет вам. И вроде бы вы ему помогли, как своему, да, супругу или второй половинке, но в итоге вы просто сделали за него. И тот мужчина, который видит, что женщины за него что-то делают в семье, он со временем складывает лапки и говорит, ну ладно. Как мне одна-то рассказывает, мой муж мне говорит, я отвечаю только за. Вот. И все. Потому что он привык, что за него все делают. В общем, сумбурно, не сумбурно, но я думаю, вы разберетесь там, ничего сложного нет. С вами был Константин Гражданкин. Пока.